Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Все любители цветущих растений! С вами Елена Буравцова на канале Жизнь Цветов. Тема сегодняшнего видео Чем накормить фиалку? А это значит, что мы будем говорить об одной очень важной составляющей в уходе за фиалками о внесении удобрений. Это видео будет полезно в первую очередь новичкам. Но я думаю, что и опытным цветоводам будет интересно посмотреть, так как я постаралась, исходя из своего опыта, а также массы разрозненной информации, систематизировать и выработать такой вот план, благодаря которому мы сможем обеспечить нашим фиалкам прекрасную и комфортную, сытую жизнь. Итак, когда фиалка попадает к нам в дом, мы, конечно, в первую очередь создаем для нее определенные условия. Это и достаточное освещение не менее 14 часов в сутки, и регулярные поливы, и влажность воздуха, а также поддержание определенной температуры воздуха в помещении. Кроме этого, подбираем правильный грунт, рыхлый, воздухопроницаемый, богатый определенными полезными веществами. Именно ими и питается фиалочка. Но, как правило, горшочки для фиалочки не такие большие, и со временем запас питательных веществ в грунте истощается. И перед нами встает вопрос, что пора использовать удобрения. Придя в магазин за удобрениями, очень легко потеряться. Во всех этих баночках с жидкостями, гранулах, палочках. Ведь выбор удобрения сейчас очень велик. Все это многообразие можно разделить на два вида. Это минеральные удобрения и органические удобрения. И для полноценного обеспечения потребностей наших фиалок надо чередовать органические и минеральные удобрения. Давайте более подробно поговорим о минеральных удобрениях, так как три основных минеральных компонента, это азот, фосфор и калий, они необходимы для здорового развития фиалок. Азот способствует наращиванию листовой массы. И благодаря ему мы получаем у фиалочек красивую, здоровую, вот такую вот блестящую листву. Так как азот, он участвует в образовании хлорофила. А вот фосфор, он необходим для цветения наших фиалочек. Содержится для всех цветущих растений. А также он стимулирует развитие корней. Калий увеличивает стойкость и сопротивляемость растений к заболеваниям. Ну и кроме этого благотворно влияет на развитие стебля и стойкость всего растения. Ну а кроме этих трех основных микроэлементов, для развития фиалки необходимы кальций, магний, железо, марганец, медь, цинк, бор и молибден. Вот целый комплекс микроэлементов. И каждый из них по-своему влияет на наши растения. Вот например кальций, он создает условия для развития крепкой корневой системы. А также повышает сопротивляемость к заболеваниям. Магний входит в состав хлорофила и активизирует в тканях ряд важных ферментов дыхания и фотосинтеза. Железо входит в состав ферментов для образования хлорофила. Также действует и марганец. А медь принимает участие в белковом и углеводном обмене и повышает сопротивляемость растений грибковым заболеваниям. Синк обеспечивает образование хлорофила, ферментов для роста растений. Бур улучшает доступ кислорода к корневой системе. Амолибден стимулирует развитие растений и улучшает усвояемость ими азота. Каждый из элементов очень важен для нашего растения. Но содержание всех этих микроэлементов в разных удобрениях может быть разным. И также здесь к месту будет отметить, что все минеральные удобрения выпускаются в разных формах. Это может быть моноудобрение, где присутствует только какой-то один микроэлемент или повышенное его содержание этого микроэлемента. А также комплексные удобрения, в которых содержится сразу несколько основных элементов. Ну, а также вот других. К простым таким вот моноудобрениям мы можем отнести суперфосфат. Он стимулирует цветение. Все мы уже знаем теперь, что фосфор стимулирует цветение. Это вещество, как правило, гранулированное и в воде растворяется плохо. И поэтому рекомендуется использовать в виде добавки к почве при пересадке. На 1 литр почвенной смеси мы берем 1 чайную ложечку удобрения. Но если мы покупаем уже готовую землю для фиалок, то во время пересадки мы удобрения не вносим, так как там уже достаточное количество всех микроэлементов. Ну, а если мы будем готовить почву сами, то имеет смысл добавить. Ну, а если мы покупаем комплексное удобрение, то мы, конечно, обращаем внимание на этикетку. Там написано соотношение минеральных веществ. И если нам нужно удобрить фиалочки для развития листиков, то мы выбираем удобрение с повышенным содержанием азота. Если мы хотим обратить внимание на цветение, то выбираем с повышенным содержанием фосфора. Есть универсальные удобрения, которые, в принципе, подходят для всех цветущих растений или для декоративно-лиственных растений. А есть удобрения для различных видов цветов. Для фиалок, например, для орхидей. И, конечно, будет логичным выбрать именно для наших фиалочек удобрения, так как там будет более сбалансированный, подобран состав. К органическим удобрениям относятся перегной, навоз и гуминовые препараты. Ну, в домашних условиях, конечно, мы применяем гуминовые удобрения. Форм выпуска удобрений также очень много. Это и палочки. Такие они. Воткнуть необходимо одну палочку в субстрат. И во время полива, увлажнения растений, полезные вещества будут постепенно всасываться. Также есть порошки, гранулы и жидкие концентраты, которые мы все удобрения используем по инструкции. Мне больше нравятся жидкие удобрения, так как гранулы не всегда хорошо растворяются в воде. Ну, а жидкие добавляю и уже использую. Как правило, концентрацию беру немного меньше, чем указано на упаковке. После того, как мы принесли с вами удобрения домой, мы можем накормить нашу фиалочку этими питательными веществами двумя способами. Это корневые подкормки и внекорневые подкормки. При корневой подкормке растения будут получать питательные вещества во время полива. И поэтому мы в первую очередь с вами заботимся о нашей воде. Она должна быть отфильтрованной, отстоянной. Она должна быть нужной температуры, не должна быть холодной. Чуть выше такой комнатной. Если используется специальное удобрение для фиалок, то препарат разводим согласно инструкции. Ну а если используем универсальное удобрение, то концентрацию еще разводим дополнительно. Для миниатюрных сортов мы применяем концентрацию раствора еще вдвое меньше, чем даже обычно. И не чаще одного раза в месяц. Полив приготовленным раствором, мы производим обычно таким способом. Подливаем под листики и стараемся ни в коем случае не затронуть центральную розетку. Как и при обычном поливе. А при большом количестве растений мы используем более удобный способ внесения подкормки. Например, в поддоне или неглубокой емкости разводим питательный раствор. А после чего ставим в него горшочки с фиалками. И оставляем их на некоторое время, минут на 15 обычно. За это время ком земли пропитывается раствором. После чего горшочки вынимаем и оставляем для стекания жидкости. Жидкость эту выливаем лишнюю, которую фиалочка не заберет. Внекорневые подкормки. Это когда фиалочки получат листовые подкормки. Они получают питательные вещества через листики. Ну и при этом способе, конечно, питательные вещества попадают в растения гораздо быстрее. Но это процесс такой более сложный, чем просто полить растения. И требует определенной подготовки, аккуратности и соблюдения некоторых правил. Листочки должны быть чистыми. На моем канале есть видео, как помыть листочки у фиалки. Кому интересно, ссылочку я оставлю внизу. Ну, только вот по чистым листьям производится подкормка. И оптимальным считается время к вечеру или пасмурный день. И ни в коем случае нельзя подвергать обработанные растения прямым солнечным лучам. Так как это приведет к ожогам и загниваниям листьев. Для того, чтобы подкормка удобрением быстрее дошли до растений, то рекомендуют проводить подкормку по внутренней стороне листьев, так как там больше всасывающих устьев. И раствор для листовой подкормки мы берем еще слабее, чем обычно берем для корневой подкормки. Также можно подкармливать растения, так сказать, подручными средствами, народными средствами. Это и чай, и кофейная гуща, и дрожжи, и сахар, и витамин В12. Очень много различной информации. Все это основывается на том, что вот в определенных вот наших подручных, так сказать, средствах, народных средствах, содержатся определенные питательные вещества, которые могут оказать фиалкам определенную пользу. Об этом, обо всем мы поговорим более подробно в других видео. Это видео было такое более общее, чтобы выработать основной принцип подкормки наших растений. Итак, более детально о каждом виде подкормки, о том, когда и как это делать на практике, мы поговорим в следующих видео. Так что, кому было интересно, кому эта тема интересует, далее, подписывайтесь на канал. В комментариях задавайте вопросы. Если я что-то упустила, дополняйте, обсудим. Всем пока, удачи, до новых встреч!